بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Напоминаю о намерении об искренности ради Аллаха Всевышнего, так как проходим религиозный урок, и пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم побуждал нас, чтобы мы при совершении благого деяния всегда делали намерение. И известный хадис пророка Мухаммада, мир ему, когда к человеку, когда к пророку пришел один человек и сказал, что о посланник Аллаха, есть человек, который стремится совершать благие дела, но у него также есть намерение, чтобы его хвалили. Получит ли он что-то от этого из вознаграждения, на что пророк сказал, что не получит. Второй раз был тот же самый вопрос задан, и в третий раз был задан этот же вопрос, на что пророк мир ему сказал, что он ничего не получит, кроме греха. То при совершении благого дела исключительно должно быть намерение ради Аллаха, чтобы человеку было записано вознаграждение. Сегодняшняя наша тема — это могильные мучения и благоденствия. Необходимо верить в то, что есть жизнь после смерти. И тот, который не верит в это, такой человек отступает от религии ислам. Потому что есть очень много хадисов, побуждающих именно хадисов, о котором пророк Мухаммад в мире ему говорил, что есть могильные мучения, а также благоденствия. Также косвенно сказано в Хоране об этом. Об этом мы тоже, иншаллах, скажем, напомним. Расскажем сначала, что бывает с человеком, с неверующим, если человек умирает в неверии, и что происходит во время смерти с этим человеком. Сказано, что во время смерти, когда он уже на пороге смерти, то к нему приходят ангелы мучения, до ангела Израиля, и при виде их он очень сильно пугается. Пугается он того, что он не верил в это, и когда увидел, он уже уверовал, но это его не спасает. Сказано пророком, саллиллаху алейху ассалям, что не спасает человека три ситуации. То есть в трех ситуациях человек не может делать тауба и не может принять ислам, потому что от него это не принимается. Это во время смерти, когда человек знает, что уже умирает он, на пороге смерти. Также второй случай, когда солнце взойдет с запада, это из больших признаков судного дня. А также, когда человек знает, что он уже умрет, например, падает с самолета. Или как, например, то, что произошло с фараоном, когда он уже понимал, что нет выхода, и он умрет, он сказал, «Я уверовал в Аллаха», на что было сказано, что его вера не принимается. И вот он перед смертью, этот неверующий, он уже хочет уверовать, но эта вера от него не принимается. И эти ангелы называют его грязными именами и говорят, что его место прибытия будет вечный ад. И он очень сильно огорчается. Затем приходит к нему ангел Азраиль, ангел смерти, и называет его врагом Аллаха, и забирает его душу насильно, и от этого он ощущает эту боль. Пророк Мухаммад в мире ему сказал, что душа покидает тело болезненно. И все, как мусульман, так и для них мусульман. Но разница между ними, то, что неверующий будет это ощущать, так как помимо того, что он будет знать свое место прибытия, что он будет вечным в воду, еще будет ощущать эту боль. А когда верующий же, у верующего будет покидать его душа, то он будет радоваться тому, что он будет вечным наслаждением, вечные блага будут в раю, и тем самым он не ощутит эту боль. Но пророк Мухаммад, салли Аллаху алейху ассалям, учил нас и делал дуа. Аллаху тем самым учил нас, чтобы мы просили у Аллаха, чтобы Аллах облегчил нам нашу смерть. И поднимает его душу, окутывает его, этого неверующего, его душу окутывает в грязные одеяния, и поднимает на небеса. Но на небеса не открывается перед ним, и ангелы начинают его называть грязными именами, чтобы его убрали с этих мест, так как от него исходит очень неприятный запах. И будет сказано, что запишите его в книгу тех, которые будут вечно гореть в аду. Затем спустят его душу, и душа будет сопровождать тело до могилы. После того, как люди похоронят, захоронят тело этого человека, немусульманина, душа возвращается в тело этого человека, и он там оживает. Он там оживает, и когда пророк Мухаммад, мир ему, рассказывал про это, Умар ибн Аль-Хатта, второй праведный халиф, он очень сильно удивился и сказал у посланника Аллаха, а будет ли у нас разум? На что пророк сказал, что да. То есть человек уже там будет разумным, он будет понимать, но это жизнь-барзак, то, что от нас, от людей, от живых, это скрыто. И тогда он оживает в своей могиле, в страхе, в одиночестве, в темноте. И к нему приходят ангелы Мункер и Накир. Мункер и Накир — это те ангелы, которые ведут допрос, начали вести допрос с приходом пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и до пророка Мухаммада они допрос в могилах не вели. И они усадят его перед собой. Описание этих ангелов сказано, что они черно-синего цвета, и у них устрашающий вид, и впереди у них есть два клыка. Они роют земли, приходят каждому умершему, чтобы вести допрос. Усадят они перед собой этого неверующего и скажут, что ты говорил о Мухаммаде, про Мухаммада, что ты говорил, на что он скажет, что даже если он знал в этой жизни, кто такой пророк Мухаммад, даже если языком он говорил «Ля Иляхи Илллах Мухаммад Расулллах», он ничего ответить не сможет. Сказал, что только лишь скажет, я говорил то, что говорили все люди, я не знаю. И тогда ангелы скажут, что не знал и не ответил. И ударят его тяжелым молотом по затылку так, что ученые сказали, если этот удар, этим молотом ударить об гору, то гора рассыпалась бы в дребезге. То от него будет исходить такой звук, такой крик, но мы этот крик не услышим. Услышат кто? Ангелы, которые находятся рядом, и также животные. Но джиннам и людям не дано это слышать. Если бы дано было слышать нам, то, конечно, бы все люди уверовали бы, но это как испытание от Аллаха людям. И сказано будет ему, смотри свое место в раю, где ты мог бы находиться, если ты был бы верующим, но Аллах заменил тебе это место адом. И этот человек увидит место в раю, райские сады, насколько это прекрасное место, но также увидит ад, где он будет пребывать вечно. И при виде этого он опять-таки опечалится, он будет понимать, что он проиграл, что он не прожил эту жизнь достойно, не был верующим, и его ждут вечные мучения. И после того, как его тело разложится в земле, душа покинет тело, и ее поместят в седжинн, то есть это место в аду, это клетка, если буквально перевести, и эта душа, его там будет душевные муки получать до сотного дня. В сотный день душа вернется в тело, Аллах воскресит его, то есть он опять будет собран в таком образе, в каком он был, и будет вести отчет, и после отчета он будет вечно получать мучения в аду, Аллах накажет его адом, он будет и телом, и душой получать наказание. Это что касается неверующего, коротко. Что касается мусульман, благочестивых, богобоязненных, перед смертью сказано, к нему приходят ангелы милости, и приветствуя его, успокаивая его, говоря ему, что его место будет вечный рай, что не будет у него никакого мучения, никаких страданий. И он приведя их, он обрадуется, он обрадуется, и когда к нему придет ангел Азраиль, алейхиссалям, ангел смерти, и скажет ему, ассаляму алейкум, я Абдуллах, мир тебе, о раб Аллаха, а если он был из Аулия, если он при жизни не знал, что он из Аулия, то ангел Азраиль скажет, ассаляму алейкум, я Валиюллах, о Вали, о Святой Аллаха, и аккуратно выведет его души из его тела и подумает его на небеса. Небеса, врата будут открываться перед ним, и все ангелы будут его приветствовать и называть его прекрасными качествами, называть его красивым, добрым, хорошим, мусульманином, благочестивым, и сказано будет, что запишите его в книгу тех, которые будут вечно в раю. Его спустят на землю, и душа будет говорить, что торопитесь, торопитесь хоронить меня, потому что мусульманин знает, что его ждет в могиле. И когда тело похоронит в землю, то душа вернется, и он там оживает. Но он оживает там не в страхе, он понимает, что сейчас придут ангелы, чтобы вести допрос, задать ему некоторые вопросы. Когда ангелы приходят к нему, он не пугается, даже если у них устрашающий вид, Аллах укрепляет его сердце, и они усадят его перед собой и скажут, что ты говорил о Мухаммаде, на что он скажет, я говорил, что он раб и посланник Аллаха, и скажет, ля илляхи лаллах, Мухаммад, Расулуллах. На что ангелы скажут, мы знали, что ты так ответишь. То есть Аллах дал знать этим ангелам, что этот человек благочестивый, что он так ответит. Это просто для подтверждения шахада этого умершего, этого человека-мусульманина. И сказано быть ангелами, смотри свое место в аду, где ты мог бы находиться, если ты не был бы верующим. А Аллах заменил это место тебе раем, по той причине, что ты был верующим. Он увидит ад, насколько он страшный, насколько это пугающе, какой огонь там он увидит это. И увидит рай, где он будет там находиться вечно. И он настолько сильно обрадуется, что он выиграл, что он победил, что он прожил эту жизнь достойно. И сказано, что из могильных благ, что его могила будет расширена на 70 локсей в ширину и 70 в длину. Его могила будет освящена светом, подобно света полнолунии. И будет до него доноситься запах из рая. Очень прекрасное состояние. И будет ему сказано, спи. И он уснет. Если его тело из тех тел, которые разлагаются, а как исключение не разлагаются тела пророков, шахидов и некоторых святых, аулия, ученых, то все остальные тела разлагаются. И после разложения его тела в земле, то душа покидает это место и направляется в рай. После, когда наступит Судный день, душа вернется в это тело, тело будет опять восстановлено. Душа вернется в тело, он там выйдет со своей могилы. Затем, после отчета, а у него будет легкий отчет, он пройдет по мосту Сират и будет наслаждаться раем вечно. А что касается грешников-мусульман, которые были верующими, но были большими грешниками, то их положение будет нейтральное. Они не будут знать свое точное место обители. Будут они в аду или не будут, но они будут знать, что они верующие. Сказано, что в могиле у них тоже будет мучение, подобно тому, как пророк мир ему сказал, их ребра будут входить друг в друга и показывая именно так, что он будет мучиться от одиночества. Но не будет таких мучений, как у неверующих, что ударом молотом по затылку, ад будет показан им, что они там будут вечны. Такого им для мусульмана не будет. И ученые сказали, что у грешника-мусульманина, самого большого грешника, даже мусульманина, не будет могильных мучений больше, чем одна неделя. А некоторые ученые сказали, что не более трех дней. И он потом уснет, и после разложения его тела, душа покидает эту могилу и будет между небом и землей. Есть определенное место, где находятся души грешников-мусульман. Но ни в коем разе нельзя думать, что душа может вернуться на эту землю, находиться дома. Некоторые люди накрывают зеркала, накрывают то, что дает отражение, и думают, говорят, что душа обитает сейчас дома. Если увидит себя, то она испугается и всегда останется в доме, никогда не найдет спокойствие. Это не учение ислама. Ислам этому не учит. У благочестивых душа будет в раю, у неверующих души будут в аду, а у грешников-мусульман между небом и землей. Про душу много нам не дано знать, даже пророку не дано знать. Когда у пророка спросили, расскажи нам о душе, он сказал, я не знаю, но я спрошу своего брата, у ангела Джабраила. И когда он спросил, был неспособен аят. О, Мухаммад, тебя спрашивают о душе, скажи им, это одно из тех созданий Аллаха, что скрыто от вас. Нам не дано про душу знать. На сегодня, иншаллах, закончим. Будем продолжать наши уроки. Ассаламу алейкум, ва рахматуллах, ва баракату.